Смотрите, зацепился мусор, об веточки зацепился мусор, об дерево зацепляется, то есть это потом не убирается, очень долгое время остается этот мусор здесь. И потом вот отсюда может быть, что он где-то здесь застрял и много мусора здесь собралось. Или же может где-то там чуть дальше застрять и очень много мусора собирается. Поэтому это обязательно нужно что-то делать с этим. Смотрите, памперсы, всякое-всячина там, пластик, полиэтилен, он не разлагается, он годами может вот так вот находиться в земле или наружу и все равно выделять токсичные отходы. Бывает так, что воду останавливают и все равно мусор кидают, и мусор на мусоре, вода этот мусор не уносит. Поэтому это очень важно, чтобы как-то можно было бы остановить этот процесс. Поэтому мы решили, что вот на уровне следующего, начиная со следующего дома и вот здесь, на уровне этого дома, когда заканчивается, внутрь посадить сетки, крепкие сетки, которые долго будут стоять в воде, которые не гнутся. И можно будет их забетонировать, чтобы никто их не доставал. И чтобы можно было бы вот на этом отрезке отслеживать, контролировать, чтобы выброс мусора в реку не происходил, в канал не происходил, оповестим жителей всех домов. И там дальше есть еще объекты, магазины. Мы заранее им будем раздавать буклеты, в которых будет информация на доступном языке. То есть она будет и на азербайджанском, и на грузинском, и на русском, что является сейчас коммуникационным языком. Потому что никто не жаловался, что им заранее никто ничего не сказал, их не оповестили. О том, согласно какому закону, какой статье они будут штрафоваться, и о проекте будет изложена там информация, чтобы они знали, что начался этот проект, и он будет все время продолжаться, он будет долгосрочный, что они краткосрочные. И что все время будет надзорно тем, чтобы этот канал не загрязнялся, и вообще, чтобы мусор не выбрасывался, не под назначением. Меня зовут Сабина Талыбова. Я родилась и выросла в Грузии. Вообще вся моя семья живет в Грузии. Уже очень много лет, даже веков, можно сказать, мои предки здесь жили. Я на данный момент являюсь общественником. Очень мечтала быть в свое время актрисой, артисткой. Я любила сцену, но не получилось выйти на сцену. Но я решила, что я могу выбрать еще большую сцену для себя, это общество. И поэтому стала общественником. У меня образование экономиста, но я никогда не работала по своему профилю. Больше всего думаю, что я могу сделать то, что принесет большую пользу не только для меня, но и для моего общества тоже. Я подумала, что нужно сделать что-то, что будет очень важно, очень нужно. И придумать такие механизмы, которые бы сами способствовали для того, чтобы проект был долгосуществующим. Чтобы сам проект себя содержал. Чтобы можно было бы привлечь к участию многих других граждан. А самое главное, привлечь к ответственности граждан. Ну и вот написали такой вот один проект. И думаем, что, слава Богу, он выиграл. Мы думаем, что он будет примерным. Мы думаем, что мы сможем начать, грубо говоря, начать воспитательные меры с нашими гражданами, которые по собственному сознанию недобросовестно относятся к своему городу, к окружающей среде. Это недобросовестное отношение одного гражданина к другому гражданину. Поэтому это очень важный проект. Субтитры создавал DimaTorzok